Всем привет дорогие друзья, это новогоднее обновление Warface и с вами Эндрю Беттер. Если ты хочешь начать играть в Warface, то переходи по ссылке в описании. Регистрируйся и получай кучу разного доната, супер вип ускорителей и многое другое. Играй с друзьями и начни нагибать уже сейчас. Обновления каждый месяц, добавление новых пушек, все это ждет тебя в игре Warface. Удачи в бою тебе боец, ссылочка в описании. Сегодня я хотел бы рассказать, что добавили в этом обновлении. Первым, что я хочу подметить, так это новогодние карты. Новогодняя карта Ангар, а нефтебаза, Сибирь и новая карта Резиденция. Вроде бы так она называется, да, Резиденция в режиме Близз. Потом переходим в магазин. Нам становятся доступны новые коробки удачи за варбаксы. По 900 варбаксов за первую коробку. Это коробка с МБС Радон, коробка с М19 пистолетом и коробка с М4 0А5 снайперской винтовки. Очень четкие пушки, они стоят того, если хотите их навсегда, то готовьте очень много варбаксов, ну 1300 точно, 400. А если не хотите, то можете выбить его на неделю, на месяц и просто гонять и радоваться, набивать эти стволы и все-все-все. Камуфляж сияния, новогодний камуфляж сияния. Вам он будет выдаваться каждый день за вход в игру, через день. На 2, 4, 6, 8 и 10 дни. На 1 день, то бишь на 1, 3, 5, 7, 9, 11 день, вам будут выдаваться коробки удачи с новогодним снаряжением. И на 12 день, вам выдается особая награда, супер вип ускоритель. Так, новогодний камуфляж сияния. Стоит штука 500 кредитов, это 250 рублей. На мой взгляд, это не так уж дорого. Поэтому, кто хочет, приобретайте, кто не хочет, просто получайте ее за вход в игру на несколько дней и радуйтесь этому скину. Скины радиация, которые даются за прохождение новой спецоперации Припьет, которая находится в Чернобыле, друзья. Эта новая спецоперация очень масштабная. Я ее еще не ходил, я ее еще даже не тестил, поэтому я даже не знаю, что там и как там вообще проходится. Но я читал то, что ее еще никто не может сделать. То бишь на уровне парофе, да. Это тупо хардкорная миссия, которую вообще нереально, говорят, сделают. Но ничего, мы наберем народ, мы ее пройдем и уже будем искать там какие-то лазейки и туда-сюда. Поэтому новые скины выдаются за то, что ты сделаешь эту миссию. Называются они радиация. Ну, такие четенькие скины, зелененькие, непонятные мне. Вот, поэтому вот так. Новогодние шлемы на каждый класс, как и в том году, их можно покупать за кредиты. 30 кредитов на один день, 7 дней это 100 кредитов, 30 дней это 300 кредитов. В том году можно было их покупать навсегда за 600 кредитов. Я их покупал, а в этом году не знаю, почему они не добавили, наверное, просто не хотят. Ну ладно, не добавили и не добавили, просто можете купить их на время и поиграть в этих скинах. Ой, скинах, касках, шлемах, как угодно вам. И еще, новогодний комплект. Туда входят шлема, жилет, ботинки, перчатки, новогодняя граната, пулемет, как ни странно, М240, как в том году. Кобра Страйкер, дробаш, новогодний ДЛК-1, ППшник и новогодняя Альпина. Все это вам дается на 7 дней за 60 тысяч варбаксов. Или же 900 кредитов. Ну, я думаю, легче купить за 60 тысяч варбаксов, чем за кредиты. Ну вот. Ну, собственно, вроде бы это все. А, ну, добавили нам новогодний интерфейс, новогоднюю музыку, новогоднее настроение, чтобы у вас было все хорошо в новом году. Елочку на склад добавили нам, красивую. На полигонном добавили снеговика, елочку и всякое новогоднее настроение. Поэтому, играйте, скачивайте новогоднее обновление, играйте в Warface и ждите Новый Год вместе с Warface. А если вам понравилось видео, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. Всем удачи, всем пока.